ну что ребят как-то жарковато возле него сидишь ну то есть все на горение нормальные значит немножко вот я сейчас сказал уже показал вот это вот рожну треть стоит в кустах за бочкой для сжигания помоев значит по поводу смокеров из газовых баллонов вот это смокер из трубы вроде бы я не помню вот ребят я напишу титрами мне кажется диаметр у нее 45 сантиметров толщина стенки 8 миллиметров длина 87 коптильной камеры и длина 47 ну почти вот 50 топки вот это я вам для того чтобы обозначить что хорошо что плохо во первых почему мне не нравится смокер из газовых баллонов ребят смотрите давайте начнем по порядку смокер именно как смокер я распро я начал поговорить что смокер работает исключительно для копчения исключительно для копчения на дровах никаких мангалов ничего подобного во первых вот мы сейчас делаем свинину да у нас внизу смокера течет жир влага которая вода если она испаряется по стенкам она стекает вниз у нас снизу висит стаканчик в который все это стекает если мы там начнем разжигать угли то все это начнет выбирать после того как мы скажем по приготовили шашлык и допустим убрали оттуда угли опять на жир и смокер и налили налили нам надо начисто его вымывать или же нам надо или же у нас будет капающий жир плюс пепел превращаться в такой вот вонючий цемент такой вот жиропепельный цемент вот это уже испытано это проверено потом что как вы многие любят насверлить дырок для шампуров это тоже неприемлемо потому что в смокере вот я в этом смокере даже уплотнитель проложил а многие американцы даже защелки ставят чтобы плотнее прижималась крышка то есть есть у них пословица такая поговорка но которая по-русски звучит так когда смотришь ты не готовишь то есть имеется ввиду когда ты открываешь крышку ты не готовишь то есть чем меньше щелей тем лучше готовится тем стабильнее тем лучше повторяемость то есть вы берете допустим вот рецепт сами из приготовили записали в блокнотик на себе в следующий раз вы своем идеальном смокере приготовите то же самое или в том смокере которому вы привыкли смокер из газовых баллонов с дырками с дырками да любой даже вот в этом на сверли дырок ничего не получится у меня стоит 300 термометра ребят только потому что я его делал своими руками и мне интересно испытывать где какой жары то есть мне я еще добиваюсь пока не доделал добиваюсь играю с там с пластинами хотя по большому счету в принципе они не нужны я готовлю как правило в дальние отсюда топки в той стороне куда я укладывал свинину там стабильная температура ближе к топки то мне в принципе это не нужно также как мне не нужен второй этаж по поводу еще богатых баллонов кроме всего прочего что вот я рассказал то что должно быть газовый баллон очень-очень хреновый материал то есть они как правило ржавые они кривые у них у всех эллипсность то есть у них нету ровного круга ты разрезаешь думаешь вот сейчас я здесь сварю-доворю а там у него круги не сходятся потому что эллипсы не в разную сторону загнуты на вот очень многие вторят друг другу ставят перемычки на крышку газовый баллон до газовый баллон очень тоненький 3 миллиметра для смокера это очень мало сейчас вот смокер стоит на улице ветер подул в этом смокере ничего не происходит в этом смокере из-за толщины стали 8 миллиметров такая теплоемкость дурная у металла у толстенного когда он прогревается что мы я даже открываю крышку я там допустим сбрызгиваю моп-соусом вот закрываю обратно температура такая же ну может на 1 2 градуса у смокера из газовых баллонов крышку мы открыли температура сразу бах минус 20 градусов вот ветер подул температура бах минус 20 градусов вот потому что в чем проблема еще допустим вот того же смокера 99 процентов смокеров из газовых баллонов делают или же какую-то мудрят хрень под казан то что не нужно вообще потому что у вас не получится для казана нужно 1 температура здесь нужнаnel у вас посмотрите вот смотрите вот еле-еле телится до вы видите вот такая должна быть интенсивность горения вот такая должна быть интенсивность горения вот то есть не надо чтоб он жалел как для казана это не одно и то же с другой стороны если вы скажете так для чего я не буду в топке ничего готовить точнее в коптильной камере ничего готовить я просто поставлю казан ну в принципе как вариант у другой стороны неудобнее ли вам сделать отдельную печурку под казан и и отлично пользоваться хотите пользуйтесь казаном хотите пользуйтесь вот этим вот смокером да я понимаю что я очень сильно посел на эту тему у меня здесь много всего и из него почти что все самодельное но тем не менее я считаю что в принципе это не не есть хорошо и второе что как я сам сделал в смокере из газовых баллонов как все люди делают открывается крышка сверху когда мы открываем топочную камеру крышку сверху сразу хоп жар ушел и у нас остается тепло только в тоненькой стенке газового баллона которая накопилась а как мы уже слышали это тоненькая стенка нам три миллиметра стали то не везде три миллиметра газовый баллон я еще раз повторяю очень очень некачественный металл где-то ты режешь он будет 32 где-то трешим будет 2 и 5 даже вот то есть хотя это вроде бы как изделие повышенной опасности но тем не менее я уже ни один баллон разрезал и я вам с уверенностью могу сказать что в миллиметр прыгает толщина стенки вот потом вы топку свою открыли для того чтобы подбросить дров у вас бах мир сразу же минус 20 градусов то есть это не то что минус 20 градусов он стоит холодно у вас осталось только то тепло которое осталось сохранено в стенках здесь же мы открываем здесь видите даже вытяжки нет никакого поддувала никакого здесь то есть я вот сделал такую типа расчески вот нарезал от прорези сделал болгаркой для того чтобы у меня у меня у меня поддувала идет посредством открывания крыш дверцы все я открыл дверцу подложил на дрова потом длинная топка многие ставят баллон вертикально в смокере почему вот в американцы делают смокерах длинную топку не потому что им лень и отрезать трубу нет это она и так отрезанная потому что у них эти газгольдеры или как они называются не помню правильно вот здоровенные эти баллоны которые возле домов стоят приезжает грузовик туда заливает газа и человек пользуется газом долгие годы ну долгие там год наверное пользуется потом опять приезжает эти баллоны приходят негодность потом эти баллоны сдаются на металлобазы потому что них естественно как у наших как во всем мире у баллонов есть срок действия потом мужики выкупают эти баллоны или же сами на металлобазах режут делают смокеры и продают другим вот то есть вот так ну так та же история что у нас только у нас эти баллоны здоровенные не распространены вот тоже если вы захотите сделать здоровенный смокер здоровенного баллона ни в коем случае не берите водный баллон я тоже этот проходил процесс очень часто они могут быть внутри оцинкованной то есть вы купите здоровенную хреновину которая весит по тонну вы ее заплатите деньги чтобы привела к приволочь к себе там куда-то домой или где вы хотите его делать смокер вы вскроете а внутри окажется оцинковка и вы ничего не сможете с этим делать вот то есть да это тоже водопроводная труба но перед тем как сделать я проверил она не оцинкована ни изнутри ни снаружи так что здесь никаких проблем у нас нету дальше про газовые баллоны то есть еще раз я уже начинаю говорить ухожу в сторону потому что много информации масса и мысли бегут я не готовился просто вы мне как-то как-то вот знаете вот я сегодня хотел готовить эту свинину и даже снимать не хотел просто буквально за последние три дня меня завалили комментариями и в ю тубе и вконтакте и в телеграме в моей группе не в личке пишут любви в что расскажи почему с мой раз газовых баллонах плохо вот но вот рассказываю и заодно я так как готовлю решил еще и ну два видео связать как бы рецептик такой будет вот значит мы открываем крышку на сразу хокк и холодно все и нам нужно опять нагревать смотрим смотрим нагревается без продукта смотрим играть нагревается ну ну в принципе вот давайте так в барбекю что гриле что смокер и все нагревается 15 минут то есть но где-то вот 15 на здоровенный смокер который там ну огромными там несколько метров два-три метра в длину и метр там жюли в диаметре ну вот они нагреваться могут ну полчаса ну час бывает даже нагревается все же зависит от окружающей среды там допустим вот я в этом смокере готовлю почти одинаково что сейчас у нас 25 в тени и 35 на солнце что я готовлю у нас плюс 5 в тени и плюс 5 на солнце вот то есть что осенью я готовил что ранее весной я готовил что сейчас я готовлю то есть он вышел на какой-то режим до время разогрева прогреть этот толстенный металл по-разному из-за температуры окружающей среды но работают он всегда одинаково вот это очень хорошо я начал про топку если мы используем вертикальную топку то вот здесь вот мы можем вот сейчас мне надо резко поднять температуру я взял свою лопату вот она стоит во взял свою лопату и я резко придвинул дрова туда вдаль то есть ближе к 45 камере у меня температура резко поднялась нужно понизить температуру я очаг вот этот вот горение вот виде который еле еле телится я это тощак придвинул ближе сюда у меня температура упала ребят такой шикарный идет аромат это вот яблоня яблоня просушенная уже пару лет вот у меня лежит вот это просто супер мне мне очень нравится можно коптить на разных там на дубе можно коптить это вообще считается американская классика на гикорина у нас его нету данным на чем угодно на вишни на груши на сливе можно коптить на ольхе той же но меня здесь дропа лиховых нету я все хочу купить себе пару кубов дров но все как-то то денег нету сейчас денег нету большего чем руки не доходит сейчас бы руки дошли так денег нет вот ладно идем дальше то есть топка опять вертикальная топка не позволяет двигать очаг горения ближе дальше открывание к верху выпускает моментально весь жар и смотрят опять надо прогревать а из-за тонкого металла тем к теплоемкости никакой то есть улетучивается все из-за этого с приготовлением начинают вот эти вот скачки температуры начинаются проблемы то есть добиться того вот идеального барбекю которого мы хотим мы не получим ничего то есть у мяса ж не только дается вкус приправами приправу это мизер я здесь вообще использовал соль перец да я думал вообще соль перец не использую потом подумаю хочу еще остринки добавлю остринку чили и немножко цвета что был такой более коричневый более насыщенный такой махагоновый вот добавлю сладкой паприки на у свинины больше задаст такой красный цвет вот собственно говоря дальше что то что я сам допустил ошибку я сделал из газовых баллонов реверсивный смокер ребят херня полная никому не надо бессмысленно вообще полностью напрочь совершенно бессмысленно диверсивный смокер я сейчас добавлю картинку то есть у нас вот так же топ как коптильная камера под низом в коптильной камере у нас проходит горячий воздух в другом конце там где у меня стоит труба он поднимается вверх он проходит на надпу по продуктам и вот здесь вот у меня стоит выхлопная труба он уходит ну труба дымохода имею ввиду он выходит уже в воздуху в атмосферу вообще ничего не дает вообще никаких преимуществ вообще никакого удержания тепла от слова совсем 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 единственное что можно что больше геморроя больше металла уходит вот и я этого не видел но я читал как человек готовил на каком-то барбекю фестивале ему тоже он не смог достать свои смокеры вот ему дали вот этот вот реверсивный смокер на котором он готовил и в итоге вышло то что с непривычки он готовил у него жир на эти нижние пластины которые закрывают дымоход накапала накапала жира и естественно он когда при открывании крышки при резком поступления кислорода жир воспламенился но и короче кроме как полный пиздец это никак назвать невозможно вот так что задумайтесь надо ли она вам вы при этом ничего вообще ничего не выиграете но зато вы будете больше маяться вот у вас уйдет больше металла металл сейчас стоит хороших денег как мы знаем он всегда стоил хороших денег сейчас особенно хорошо за хорошо заметно стоит и даже если вы где-то натырите газовых баллонов ну это опять же труд это работа вы будете из него резать пластины какие-то это никому не надо значит дальше что я сделал ошибку я в том смокере реверсивном я очень сильно занизил ну вот допустим вот моя топка и вот моя коптильная камера я их поставил с занижением на 6 сантиметров хотя надо 50 на 50 ставить то есть 50 процентов высоты на половину высоты на половину высоты ну конечно самая самая оптимальная тенды вообще особо ни на что не влияет но проще все просто человек берет длинную трубу и отрезает от нее треть и сделает из нее топку вот то есть в принципе не треть ну да треть то есть получается что у нас коптильная камера в два раза длиннее чем топка то есть вот у меня вот так вот примерно это это все примерно и относительно если допустим у меня метровая коптильная камера и вы сделаете 70 сантиметров топку от этого хуже не будет от этого ну то же самое что то есть люди утепляют топки это неважно главное чтобы в топке вы могли двигать туда-сюда и в принципе вот это вот треть длины то есть берем полтора метровую трубу отрезаем 3 у нас получается 50 сантиметров топка и метр коптильная камера типа такого вот вот это это приблизительно все вы сделайте маленькую топку будут проблемы не надо никакие контейнеры не надо никакие лотки не надо некий зольные решетки вот все прекрасно работает горит прямо на полу потом берем лопату или кочергу все это мы просто выгребаем и здесь вот снизу подставляю ведро в ведро выгреб унес на помойку все или там он богородица жена куда-то подкинула как удобрение залу эту все вот вторая ошибка которую я допустил это не вторая в третья ошибка я сделал трубу выхлопную независимо от того что выхлопная труба точнее независимо от того что из газовых баллонов у меня был смотрим реверсивной я сделал трубу вверху то есть вот наша коптильная камера и труба у меня вот прямо вот сверху сверху самого верху выходила труба должна выходить тоже из середины то есть вот у нас решетка в ней лежит посередине это кстати тоже у меня ошибка я вот в газовом баллоне так как там мало места я взял его высоту а высота его по внутрянке где-то 30 сантиметров я взял его разделил на 3 то есть ну конечно меня снизу еще шла труба и вот минус это вот труба на не труба такое отделение дымохода минус это разделение дымохода я разделил на 3 я поставил решетку ниже уровня ниже середины а должна быть середине то есть тогда оптимально работает тогда и стопки оптимально дым попадает в коптильную камеру поднимается к верху облега обдувает плавно обдувает продукты и уходит в трубу то есть вот так вот дым идет у меня же получилось получилось просто по прямой пошел туда и все даже то что мне реверсивная система у меня из реверса он шел туда вверх ну хреново работал один край быстрее другой медленней короче хрень полная получилось и ни в коем случае не делать только то и запомнить вот аксиома пусть у смокера строения топка 50 процентов от длины коптильной камеры это оптимально это удобно стенка не менее 5 миллиметров вот круглая ли там вас какой-то будет там ром квадрат вообще ни на что не влияет совершенно ни на что не влияет просто почему беру трубы это уже есть эта форма вот все остальное топ как коптильной камере на 50 процентов высоты труба выход на 50 процентов высоты то есть ровно посередине решетка ровно посередине если хотите верхнюю решетку и верхняя решетка уже ставится где там у вас она разместится вот ну тоже где-то берется остаток и делится напополам вот но остаток высоты делится напополам то есть на 25 процентов высоты вот крышка должна прилегать плотно не надо крышку не занижать не завышать на ворот чем меньше крышка тем меньше воздух у вас будут уходить поэтому очень многие люди крышки в смокер разделяют напополам вот чтобы одну крышку открыл посмотрел другую крышку открыл посмотрел чтоб как можно меньше тепла у нас уходи посмотрел немножко добавить атака где закроем вот так крышечку я делал на трубу в этом смотря тоже сделал за задвижку на трубу она нужна только не для регулировки ни в коем случае мы ей вообще не пользуемся как регулировкой не крышечкой на трубе в том смоки не в этом заслонкой мы пользуемся только вот нам надо мы до коптили у нас там что-то еще горит для того чтобы у нас остался уголь который в следующий раз разгорится мы просто тушим закрываем заслонку в этом случае закрываем дверцу все у нас мокер тухну ну собственно говоря ребята то что я вспомнил я рассказал по поводу покраски тоже вот я красил и один и второй смокер и вот на этом смокере начала облизать краска берем льняное масло вот пока у нас вот прямо сейчас мой кар горячий готовится отсюда вот сметаем все это вот хрена тени от сушащихся дров дрова сушатся они потом во-первых они подсыхают уж так или иначе воздухе есть влажность идут дожди и дрова все-таки хранятся у большинства на улице и плюс сейчас трактор проедет и плюс теплые горячие дрова быстрее разгораются только не забывайте что дрова могут загореться у меня пару раз вот уже лежа на топке давай дрова начинали тлеть поэтому ну обращайте на это внимание не забывайте об этом и контролируйте следите вот вот видите как пошла интенсивность горения сейчас просто видите там очень мало угля там очень мало угля сейчас там угля будет хорошо и тогда все гораздо лучше будет гореть более ну а мы так стабильно очень стабильно работает вот я вам скажу что по сравнению когда мне сразу перепрыгнул от смокера из газовых баллонов вот на эту вещь все я на то даже смотреть не хочу чушь полная это то же самое что вот я снимал видео не знаю вышло но не вышло про тандыр как я тоже вот все пытался пытался что мне тандыр пан понравился и в итоге я его просто подарил соседу вот так же и здесь я вот сделал смокер из газовых баллонов я понимал когда я его делал я уже понимал что я делаю чушь но когда я его сделал я думал да неужели так все хреново неужели это очередной тандыр и как раз в том году я сделал вот это все смотрю и я вам скажу что это супер это мега вещь это мега классно это мегахов вкусно это мега хрененно вы знаете вот есть вещи которых я просто балдею от которых получаю удовольствие это выбор это естественно мой гриль ну вот это естественно моя коптильня это естественно вот этот вот смотрю вот я вот думаю меня есть обрезок трубы может быть помается увеличить еще коптильную камеру но с другой стороны мне этого вполне хватает вот то есть если вот я сейчас делал да наверное я бы коптильную камеру увеличил но у меня вот здесь лопнула крышка она была разрезанная и сварил когда ее вырезал крышку по периметру ее изогнула и толстенную восьмерку очень трудно гнуть ее изогнула не то что вы ставите подпорки вот я допустим газовые баллоны резавые не раз и из на смокеры и там какие-то еще мангалы коптильную меня ни разу не разгибала я в них прямо жглижок костры ни разу их не разгибала так что прекратите эти подпорки ставить это бессмысленно поперечную внутри крышки вот это раз второе что просто согните вот которую вы шинкой обшиваете вот такой вот полосой 40 на 4 миллиметра вы сразу же выгоните по периметру вот вас еще баллон лежит вы возьмите привозите один кусок баллону и прогните отрежьте прогните отрежьте вот ничего вы сможете шлифовать многие вещи привариваются то есть ребят вот такой вот мой рассказ про смокер почему он мне не нравится и то есть даже вот когда естественно ты начинаешь готовить в том же смокере ты читаешь чьи-то рецепты как что-то с подсказали научили рассказали и ты готовишь по этому рецепту это не может понять почему к это хренотень получается почему не получается хорошо получим не получается вкусно почему получается наоборот как-то сухой сухой хреново и ты начинаешь понимать что ну не все так в этой жизни хорошо это начинаешь со временем понимать что вот здесь сделал не так то есть при новой высокой температуре мясо лежала не настолько долго потому что чуть ли не в 50 процентов случаев твой смокер просто остывал и там было не удержание в горячей температуре долго чтобы соединительные ткани в мясе превратились в желе а было наоборот у тебя смокер набирал температуру температура падала так ну хочешь не хочешь вот сколько я вот здесь тренжу вам да ни хрена себе 28 минут я вам тренжу ну вот видите вот эти вот дрова все еще горят ну где-то раз в час его надо открывать это смокер раза два часа но когда базу углей пока она на разгоне раз в час раз полчаса вот то есть не получится в смокер набить дров дров и распалить начнет гореть из вас температура бой вообще безумная там и 300 градусов будет я вот его когда прокаливал и маслом по промазал я дал там 300 градусов все так снимайте с покраской и промажьте маслом ладно ребят давайте я буду закругляться буду коптить